Суперкубка Начинается Бастин Штегер, Владимир Самсонов, Патрик Баум и Дмитрий Овчаров, который возглавляет список ссеянных игроков на этом суперкубке. Зрители еще пока только начинают заполнять трибуны. Еще впереди много времени. Здесь идет разминка. Игры начнутся через час. Это первый стол мы сейчас наблюдали. И вот второй стол. Смотрите, Алексей Смирнов, Майкл Мэйс, Калинико Скрянга и Кирилл Скачков, который заменил заболевшего Тима Бова. Состав великолепный просто. И Кирилл Скачков сейчас на 33-й позиции мирового рейтинга. И в Европе, по-моему, он 10-й, если не ошибаюсь. У всех игроков очень веселое, очень хорошее, приподнятое, так сказать, настроение. Ну, наверное, будут очень веселые игры. Алексей Смирнов также сейчас на хорошем ходу. И мы от него ждем также великолепной игры, результативной. Ну, про Майкла Мэйза очень сложно что-то сказать. Совершенно непредсказуемо играет Майкл. Это может быть нечто фантастическое, ну и может быть прямо противоположное, так сказать, отбывание номера. Ну, надо сказать, что если он даже и отбывает номер, то делает это очень здорово и красиво. Настоящий шоумен. У него в арсенале столько трюков, фишек. Что многие голливудские актеры могут ему позавидовать. Сейчас началась церемония Суперкубок Европы. Аплодисменты готовы? Смотрите. В ближайшие два дня. Вот она, Суперкубок Европы, переходящий, который сейчас представлен участникам и зрителям Суперкубка Европы. Итак, на Аэропорт на спорту УКМК приглашаются участники Суперкубка сильнейших спортсменов Европы по настольному теннису 2011 года. Встречаем аплодисментами. Встречаем аплодисменты. Партизмом номинарный 2011 года. Президент чемпионата 2012 года. Партизмом номинарный 2011 года. Встречаем аплодисменты. Церемония открытия. Посмотрите, очень красиво. Встречаем аплодисменты. Чемпионером президента Олимпийской федер. Выступает заклон простойного тенниса УКМК. Алексей Смирнов. Россия. Призер чемпионата Европы. Призер Олимпийских игр. Великобритент 12. Участник Олимпийских игр в флорте 2012 года. Кирилл Скачков. Россия. Серебряный призер чемпионата Европы 2011 года. Парни соревнований. Аплодисменты участникам Суперкубка. Представляем студийский корпус Суперкубка Европы. Ее обисть судья соревнований. Международный арбитр Валентин Пономарев. Россия. Нашел рефери Валентин Пономарев. Главный секретарь соревнований. Международный арбитр Ян Цубарь. Россия. Валентин Пономарев. Главный судья. Жаловный рефери. Президент Европейского Союза. Стефана Бози. Пропрессия. Министер Стефана Бози. Президент Европейского Союза. Настольный теннис. Леонид Аронович Робобор. Министер физиологического культуры. Стефана Бози. Президент Европейского Союза. Леонид Аронович Робобор. Директор по общим вопросам райской горно-металлургической компании. Владимир Алексеевич Белоглазов. Президент Федерации Настольного Тенниса России. Вектор Васильевич Блатов. Президент Федерации Настольного Тенниса России. Директор Куртрова Чемпионата России. Директор полно-насольного тенниса Украины. Александр Иванович Захаров. Вайс-президент Руссен Тейбл Теннис Федерации. Директор УММС Тейбл Теннис Клаб Александр Иванович Захаров. Глава городского украинского верхнего бочма Надежда Витальевна Мамаева. Директор Которгового Тенниса России. Надежда Николаевна Мамаева. Предоставляем слово нашим гостям. Слово президенту Европейского Союза Настольного Тенниса Стефана Бози. The floor is given to them, Степана Бози. Good afternoon. They were asking me today, during the press conference, why ETTU was choosing Екатеринбур to host this important event. The answer was very simple. This is a very, very important city for the European Table Tennis. We have here very good and important and nice facilities. We have experts. We have a lot of passion. We have all the best conditions to have top-level events. Now we are looking at the second stage of the meeting. Kyrill Skačkov and Dmitry Ovčarov. Kyrill Skačkov and Dmitry Ovčarov. He has 1-0. Kyrill Skačkov and Dmitry Ovčarov on the return. Kyrill Skačkov and Dmitry Ovčarov. Матчи на одном столе, а это второй стол 8-6 9-6 впереди скачков 7-9 Непринятая подача и 8-9 Тайм-аут берет Кирилл Скачков Валерий Слобаев Ассистирует Кириллу сегодня На втором столе есть встреча Бастиан Штегер и Майкл Мэйс Напомню, Мэйс хорошо начал Посмотрим, как удастся ему завершить групповое соревнование Счет 9-9 на подачу Кирилл Смотрите, скачков 9-6 вёл 4 очка подряд отдал Аплодисменты 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 Там идет шоу, посмотрите, Майкл Мэйс вышел за площадку. Вы знаете, очень часто на суперкупке происходят такие розыгрыши, не знаю, с чем это связано, может быть, из-за того, что рейтинг не считается, либо какая-то особая дружественная атмосфера в этих соревнованиях. 4.10 на подачу Штеггера. Вот, смотрите, видите, да, что происходит. Великолепное настроение у Мэйза. И у Штеггера подходящая. Счет 10.6. Смотрите, как бы нефть играет, спортсменам. Мэйз идет 2.0.1.7. Ну, видите, Штеггер мне удалось ввести мяч в беденный розыгрыш. Майкл Мэйс побеждает со счетом 3.0. Имеет великолепные шансы на выход в полуфинал из своей группы. Ну, а Штеггер практически лишился шансов на выход в полуфинал. Напомню, он проиграл первую встречу скачку. И сейчас Мэйзу. И вряд ли третий тур для него что-то решит. Все, конечно, бывает, но... Глядя на сегодняшнюю форму Штеггера, я думаю, это ему окажется не под силу. Здесь продолжается игра Скачков-Овчаров. Счет 1-1 по сетам и на подачу Овчарова 2-4. Три-четыре. И уже 4-4. Александр Иванович подбадривает Кирилл с трибоном. И 5-4 впереди Скачков. Ну что ж, мы вернемся попозже. Первый день подошел к концу Суперкубка. Сейчас я бы хотел, чтобы с нами поделился своим мнением о происходящем тренер Кирилла Скачкова Валерий Иванович Салабаев. Валерий Иванович, ну, наверное, два слова о том, как Кирилл выглядел. Ваше мнение. Ну, мне как тренеру всегда хочется, чтобы он выглядел еще лучше. Несмотря на то, что я играл хорошо. И, как бы, я считаю, что ему было по силам из этой группы выйти в полуфинал. Но здесь, на этом турнире, конечно, нет слабых соперников или слабых удачных какой-то группы. Держав победу в первую встречу, мы считаем, что я играл со счетом 3-1. Дальше выступил Мэйзи и Дмитрий Овчаров. Ясно, что соперники достойные. Но я считаю, что Кирилл себя проявил не робким новичком на этом турнире, а достойным соперником, с которым, значит, его оппоненты выкладывались полностью. Валерий Иванович, извините, перебью вас. Это была первая встреча, мы знаем, да, Кирилла с Мэйзом. Вот на ваш взгляд... Нет, вообще, я имею в виду. Вообще, как бы, в их противостоянии это была первая встреча. И на ваш взгляд, что Кирилла не хватило, и в каких элементах он выглядел как бы слабее своего оппонента? Да. После встречи я даже еще не успел ничего сказать. Он мне сказал, что пожаловался на то, что большой сложностью для него был в этом матче прием подачи. Он справился с разнообразием его подачи. И, как следствие, в начале розыгрыша уступался в Санкт-Петербурге. И я считаю, что было бы намного матч состоялся интереснее, если бы это был неферный матч в Кирилле. Ясно, понял. Ну что ж, Валерий Иванович, продолжаем следить за играми. Спасибо большое. Ну и сейчас мои вопросы Евгению Олеговичу Эдолю. Евгений Олегович, я бы хотел, чтобы вы прокомментировали удачное выступление. Вот на сегодняшний момент Алексея Смирнова, который попал в полуфинал. Пожалуйста. Ну, на мой взгляд, Алексей очень был сосредоточен. В ряде моментов очень хорошие игры показал. Ну и, как я уже говорил, очень напряженные игры. Буквально и система такая, играют из пяти сетов. Три встречи подряд с интервалом буквально там 25-30 минут. Вот, и я бы сказал, как бы, блиц турнир. Вот. Ну, Алексей мог даже три встречи выиграть. Ведя 2-0. И постоянно, как бы, вел и боролся сам с собой. Вот. Ну, а в конце на 9 очков в пятом сете выступил Крианги. Очень интересная встреча была Крианга и Самсона. Вот. Но нас, конечно, больше волнует наш спортсмен Алексей Смирнов. Вот, сегодня он будет играть полуфинал с Мейсом. Мейс очень долго лечился. Как бы, обладает очень повышенной свежестью. Соскучился. Да, он сейчас очень хорошо выглядит. Очень соскучился. И очень комбинационно хорошо играет. И также играет очень здорово. Короткую игру и в атаке. Вот. И на активно приходящий мяч он еще острее играет. Вот. Я думаю, что полуфинальная встреча будет очень интересная. Ну, мне как бы... Не знаю, что, но подсказывает, что Алексей, в общем-то, должен выиграть эту встречу. Евгений Олегович, ну что ж, пожелаем удачи и будем смотреть. Как бы то ни было, надеюсь, что игра будет красивой. Спасибо. Спасибо. Сейчас я хотел бы задать свои вопросы Кириллу Скачкову. Кирилл, ну, хотелось бы получить небольшие комментарии твои по играм. Первая игра со штеггером. Скажи, пожалуйста, как... Ну, результат положительный, я знаю, но... Скажи, прокомментируй, пожалуйста. Ну, этот турнир... Не знаю, я его играл так... Не чувствовал себя как-то в своей тарелке. Маленькое что-то... Не знаю, как-то некомфортно не мог завестись, как... Не знаю. И первая игра со штеггером, он тоже был далеко не лучший теннис. Игра была до двух годов. Но у него тоже не сложилось, я думаю, так. Да, да. Что так получилось просто. Ну, что я выиграл 3-1. Но содержание самой игры расставлял мне желать лучшего. Я так не очень хорошо играл. Кирилл, насколько я знаю, вот касательно встречи с Майклом Мэйзом, ты мне сказал, что это была первая ваша встреча, да, в противостоянии. Вот насколько тебе... Ну, судя по результату, конечно, да, не удалось показать свой лучший теннис. Но прокомментируй, пожалуйста, в каких компонентах не удалось там побороться? Ну, да, во-первых, все началось с... Я очень... Ну, во-первых, я с левшами всегда, когда играю первый раз, у кого есть хорошая подача, для меня это как бы не то, что неприятно, неудобно маленько, потому что я не знаю, как принимать из первого раза. И в этой встрече также получилось с Майклом, что я очень плохо принимал. То есть очень плохо принимал. И из-за этого, конечно, у него было очень большое преимущество на своей подаче. Ну, да. И... Ну, не было такой игры. Ну, и, конечно, Мэйз играет действительно сейчас лучше и лучше. И сейчас на таком кураже, можно сказать, на таком кураже, так все у него легко получается, забегает, перекручивает. Я думаю, первая победа она до вчерова дала ему такие положительные... Еще более окрыливо, да, его? Ну, как бы я рад, что Мэйз возвращается. И для всего настального тенниса это как бы очень хорошо. Но, что сказать по игре, уже в третьем сете я уже стал все лучше и лучше принимать. И счет был 9-9. И потом какая-то музыкальная пауза в 3 минуты. Тут включили музыку. Да, мы помним, да. Да, мы остановились. И была моя подача. И при 9-9 я подал. Мэйз не очень хорошо принял. И я промазал. Угу. Такой удобный мяч справа. И я думаю, что если 2-1, я мог бы завязать борьбу. Зацепиться, да? Кирилл, ну и два слова о последней встрече. Ну, последней встрече мне понравилось больше всего. Потому что, ну, с Димой мы давно играем. И очень много у нас было матчей. И последние 2 я проиграл 3-2. Все вот так на балансе. И матч был. Ну, и сейчас счет был 1-1. 8-6. И, ну, удача была мне на моих стороне. Дима повесил мне 3 сопли. Да. Ну, ничего. Я как бы уважаю. Мы давно обнаружим. То есть, ну, я рад, что он прошел финал. И, ну, как бы, желаю ему, Алексею Смирнову, чтобы они встретились в финале. Кирилл, огромное тебе спасибо. Мы за тобой следим. И тебя очень многие любят в России. И мы будем, как бы, ждать от тебя еще более высокого восхождения в мировом рейтинге. Да, спасибо. Стараюсь, да. Да, спасибо, Кирилл. Спасибо.